еще она ко мне сказала в той двухстоянной часовой лекции, где она... ну, речь о Гитлеров ну, там как бы несколько Гитлеров сразу она, короче, сказала мне, что что я, типа, ограниченный, ну, тупой, потому что я не смотрю что я не знаю, что в нашей стране происходит, потому что я не смотрю телек хотя бы посмотрел, что в мире происходит, телек посмотрел представляешь, я с пониманием к этому отношусь, но она не может меня понять, я ее могу понять я спокойно отношусь к ее высказыванию, а она жесткая и вот таких примеров полно, только с другими людьми что-то сумасшедшего что-то сумасшедшего по произведению Пушкина у Девушкина а а сейчас, если это в современных условиях могут сказать, что они гомики ага а тогда это еще даже никто об этом и мысли не могла об этом говорить не, ну, пьяные мужики сейчас так же там обнимаются я паблик «Россиянство» смотрю иногда что это такое? что это такое? просто у него прическа такая еще у головы ну вот этого что-то так прически же меняются каждые несколько лет так же, как и одежда что делать? просто сейчас вот мужики, которые вот так вот обнимаются, у них лысые головы и рожи такие матерые а тут, как бы, видишь нежные такие кудрявшие там нежные это все они обнимаются там кукуркаются это совсем другое сразу впечатление почему вообще голубой появилась после 90-х годов? все эти слова ну, раньше просто был фидер не, почему это? почему именно после развала появилась какие-то слова потому что стали продвигать потихоньку с Америки потому что пошло а розги он твой возбуждали тогда как погрузился ты великодушные мечты пучину темно напомниться тогда я не понял почему субтитры на английском языке ты вызвал ты вызвал наконец меня я мелким весом развеселить тебя старался возил и к ведьмам и к духам что это? это ютуб? субтитры ютуб? можно включить или там кнопка есть не, на других фильмах не идет именно на этом просто для чего авторы сделали для иностранцев посмотри на фото с женой Павленского если бы тебя запрут в камень в одной в одной будке с Павленскими женой ты выберешь Павленского трех Павленских четырех с сорока чем одну жену Павленского но нельзя ли узнать кого изволишь поминать? не Гретхенли? о сон чудесный о пламе чистой любви там там где тень где шум древесный где сладкозвонки и струи там на груди ее прелестный покоя тонную голову я счастлив я счастлив дворец небесный ты бредишь фауст наяву услужливым воспоминанием себя обманываешь ты не я тебе своим старанием доставил чудо красоты и в час полуночи глубокой с тобою что холодно тогда плодами своего труда я забавлялся одинокий я ни слова вообще не помню что мне сказали они просто какую-то чушь несут когда красавица твоя была в восторге в обоении ты погружался в рамки Пушкин он был тем придурком он придурком был он с Дентесом на дуэли из-за этой дрался хотя ему сколько лет было как это туда так было принято он мог бы просто поймать если бы он типа типа не задрался так если бы он поймал Дентеса где-нибудь ну хотя хрен бы его знает как бы он его поймал и бутылку ему засунул то он бы победил как бы получается не а у них были нравы такие что если ты типа не стал их на дуэли застал ну да и все общество тебя загнобит так и сейчас такие же нравы не сейчас как бы если ты за девушку не наступился то у тебя все общество загнебит там а а там и за девушку не заступился и еще просто тебе в лицо бросят перчатку и ты типа если не ответил это придурки были самые настоящие придурочные нравы ну а общество тебя загнобит то общество придурочное было безусловно что же ему надо было сделать так короче пофиг ну надо было просто не связываться там с этими женщинами вот и все он бы мог в деревне там найти себе любовь не одну тогда же было 19 век спокойно в деревне легко себя нашел девушку все никакой никакой это я он высший свет выходил то что сам виноват пошел нафиг вообще там понтовался всякие стихи писал там про женские ножки там про всякую фигню эти даже бред он ничего не создал для полезную не создал ничего жак фресками так сказал слышал жак фреска слушать что он говорит я про него приключенческий роман написал мальчик мальчик Моя мерзавца. Сотни три. Две обезьяны. Бочки золота. Да вглубь богатый шоколад. Думанная болезнь. Она недавно вам подарена. Это сифилис? А? Сифилис? Кто? Он сказал модную болезнь. А почему модная? Модная. Ее привезли с Америки. С Америки? Да. Ты не знал? Ее уже не было. С Америки привезли. Это не ездят что ли? Да. Она потом пошла распространяться везде. Это как сейчас спид. Куда это было? Неизлечимые были. А сейчас из-за чего? Сейчас из-за чего? Она все равно опасна. Я просто покажу. Онаery посыл oniera гнездом. При этом все, что происходит. Или она очень alterно. Он был очень preferен. У нас не inspires для этого. Она вот ещё партнерами 만ен. Обязательно помещения. Они стоят под réalетем залаа. У вас есть лег praчита. Игорь за leaked. даджика хороша или как это горлодер называется это помидоры перекрученные с чесноком и с хреном здесь хрена нет это за психоделика это длсд кто-то делал что это за бред что ты несешь я раб я я черт я бог ты чё несешь ты же понимаешь что ты поехавши все не я поехавши не ты а он же бред представляю как там было страшно такие черно-белые фильмы посмотрели полная треша а чё ты сейчас смотришь черно-белые фильмы не очень то такая прям разница такая вообще ничего не происходит там ничего не произошло тут ничего там вот этот вот кто же он то ли художник то ли музыкант он пришел чтобы поставить свое произведение в театре а это этот типа режиссер или ну короче от него зависит ой блин это же сумасшедший мы поставили диагноз сейчас неустойчивая психика то есть неустойчивое эмоциональное реакция на раздражители поставили диагнозы я нашел место для таланта просто офигеть какая депрессия они все же приезжали в россию конечно нет да но почему не было не что у них там просто не все приезжали остальные некоторые а сейчас что едет кто-нибудь из них в россии никто не едет так значит россия сильнее раньше было как бы нас попустили получается получается что это все российская империя это лучше чем россию гораздо если приезжали к нам эти все ее просто разрушили немцы разрушены немцы нам привезли этих революцию разрушили это немцы спонсировали немецкие банкиры революцию спонсировали с другой стороны они хотели весь мир же сделать коммунизм тогда бы не было тогда вы было бы единый то же самое что весь мир был бы там ислам или коммунизм или этот третий рейх они бы все жили не было бы воин все весь мир был бы один но как бы единый но видишь вместо этого россия остался расстался мир разделенным как как бы разделены россию уничтожили там сколько вообще бессмысленно жертв принесли в россии в российской это действительно какие-то были законы страны например первая брачная ночь с какого черта барин должен с этой переспать первым лишь полный бред такие там законы я читал так это закон и ну традиции бер первой брачной ночи барин первый спит с этой это наверняка какая-нибудь клевета офисная конечно да почему ну нибудь кто нибудь не опускают почему бы по моему учебниках читал да почему бы барину а как она может сказать барину идея не может какие-то проблемы 6 марта это такое жесткое время жесткое время не чувствуешь никакое обострение психического 26 марта нет тоже так же как обычно везет тебе да 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 особенно тем что обострение психическое происходит у людей у которых не кстати мне кажется навальни не просто тогда существует марта выбрал кочем март это время когда начинаются психические обострения те повезло ты в деревне родился даже деревне родился подмосковье бабушка же твою мать твою подмосковье же в деревне этот отец твой в деревне отец твой приехал сюда как зачем мы ездили к нему деревню и вот он навещали он там бухал потому что потом я не знал про это подожди а вот они приехали когда во сколько ты развелись когда он бухал если он не бухал не курил то это грех совершила грех тем что его выгнала это грех гордыни и вообще это грех коржи